В этом году я посадила вот такое растение, причудливо рогатая дыня, называется кивана. Смотрите, как она цветет, вот, цветочками такими мелкими, вот они желтенькими. Я думала, что в нашей средней полосе будет только как лиана декоративная и цветочки. Оказывается, нет, и в нашей полосе можно такую диковинку выращивать. Я сейчас покажу, как они завязываются маленькие, и уже в зеленой форме они уже есть. Почему она рогатая? Потому что она действительно, вот, как видите, с шипами такими. Модная съедобная диковинка из семейства тыквенных. По вкусу напоминающий огурец, банан и киви одновременно. Вот такие вот они завязываются плоды. Вот они маленькие. Вот они побольше. Вот он такой. Трогаешь, как ежичек колючий. Такой. Уже в такой вот спелости. Колючий такой. Видите, колки. И вот он зеленый, большой уже. Смотрите, какой вырос. Вот я держу на ладошке. Вот он колючий. Очень даже колючий. Такой ежик. Производитель сады России обещает, что они будут плоды ярко-оранжевого цвета. И могут храниться в комнатных условиях до 6 месяцев. И при этом сохраняет оригинальный декоративный элемент. И пригодный к употреблению. Кожица плотная такая и несъедобная. А вот зеленоватая мякоть, которая внутри, очень сочная, с бледно-зелеными такими семенами. Имеет деликатесный вкус со свежающей кислинкой. Едят вот эти плоды сырыми. Используют они для фруктовых салатов, десертов, коктейлей и блюд из рыбы. Вот здесь росли наши кивана. Но мороз у нас сделал свое дело, попортил. И вот теперь надо собрать их и будем дозаривать. Будем пробовать сейчас резать. Выберем любой. Колючие, до невозможности. Этот возьмем, пожелтей, который вот этот возьмем. Он немножко подморозился. Помоем. До безобразия колючие. Прям, ой, очень колючие. Будем разрезать. И смотреть. Вот такой он у нас колючка это, желтенький. Он еще только начинает поспевать. Запах какой. Запах огурца обыкновенный. Я не вижу в нем ни банана, ни киви, ни лайма, как некоторые говорят, что запах имеют. Сейчас попробуем на вкус. Так, с кислинкой. Настоящий огурец. Желеобразный такой вот он. Вы знаете, ничего вкусного я здесь в этом плоде, в колючке этой, не увидела. Может быть, действительно, что он еще не созревший, начинает только в стадии зрения. Вот этого созревания в стадии. Меня этот экзотический овощ или фрукт полностью разочаровал. Чтобы я сказала, что этот фрукт или овощ вкусный, я не могу ничего сказать. Бесполезна трата времени посадки. Целая ведерко этих фруктов или овощей. Вот они. Ну, покладу дозаривать. Посмотрим, если он созреет. Может, действительно он потом будет вкусный или нет. Кто знает или кто уже делал и дозаривал такие шишки эти. Вот. Давайте мы вот этот разрежем. Можно поделиться опытом, как сделать дозревание этого фрукта, овоща. Сейчас попробуем этот маленький. Колючий, да невозможность. Ужасно. Ну, этот пожелтее и морозом у него кислина присутствует. Никакого лайма, никакой дыни я здесь не увидела. Ничего хорошего. Я советую только выращивать не для питания, а для того, чтобы для красоты беседок, что ли. Оно будет, да, красиво висит. Вот так будет декоративное что-то. Поделки делать какие-то с детьми. А для еды, не знаю. Ну, посмотрим. Я потом сделаю ролик, когда созреет. Короче говоря, делаю вывод. Бесполезный овощ, бесполезный фрукт. Не стоит тратить время, не стоит тратить силы свои. Для экзотики, да. Для питания, нет. Единственное, что я для себя, это я буду резать вот на дольки такие. И вот этой мякотью делать себе маски. Вот это да. Это я вот по запаху чувствую. Такой огурец хорошенький. Поэтому для маски лица и рук это будет бесподобно. У кого есть опыт дозаривания этого кивана, поделитесь, как вы его сохранили, чтобы он именно созрел. А потом уже можно делать выводы. Вкусный он или невкусный.